Более двух тысяч старшеклассников и студентов Чувашии приняли участие в Едином Дне Пенсионной Грамотности. Отделение Пенсионного Фонда открыли двери для молодых людей, которые заботятся о своем будущем. В 46 учебных заведениях республики были проведены открытые уроки. Первое занятие прошло в Чебоксарском художественном училище. Это не было похоже на скучную лекцию. Будущие дизайнеры и художники узнали о том, как формируется пенсия, что влияет на ее размер и как ее рассчитать при помощи пенсионного калькулятора. Когда вопросы творческой молодежи иссякли, из зала стали поступать очень интересные предложения. Ни для кого не секрет, что мужчины живут меньше, чем женщины. Может, стоит поменять пенсионный возраст для мужчин 55, а для женщин 60 сделать? Поменять мужчин и женщин местами было бы нечестно. Но идея об уравнивании пенсионного возраста зала приглянулась. В последние годы молодежь Чувашия стала больше интересоваться своими будущими накоплениями. И в этом, безусловно, заслуга пенсионного фонда. Последние несколько лет пенсионный фонд проводит единый день пенсионной грамотности. Сегодня по всей Российской Федерации проводятся либо уроки открытые, либо лекции представители пенсионного фонда читают, либо дни открытых дверей в органах пенсионного фонда. Конечно, наша задача, прежде всего, довести определенные азы знаний для формирования будущей пенсии до молодежи. Когда задумались о будущей пенсии, возникло много вопросов. Признаются студентки художественного училища. Однако, после беседы с представителями пенсионного фонда не только появились ответы, но и развеялись все сомнения относительно накопительной части. Я очень рада, что лекция была доступной, простой. В таким жизненным языком нам описали, в чем преимущество накопительной части, страховой части пенсии. Хорошо, что нам сейчас об этом рассказали. И у меня есть время, чтобы принять свое правильное решение. До конца года уроки пенсионной грамотности пройдут во всех школах и колледжах Чувашии. А затем в городах и районах состоятся творческие конкурсы для проверки усвоенных знаний. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин